Я вам объясню сейчас, почему у Немедиа Додона сразу выставила в эксклюзиве позицию адвоката Плохотнюка. И выходит молдавский адвокат, не хочу его обидеть ни в коем случае. Да ему и неоткуда знать, где Плохотнюк. Так, ну, позвольте, есть молдавский адвокат, который ходит, пишет какие-то жалобы в суде и пытается что-то там решить для Плохотнюка. Откуда ему знать вообще, где он находится? Вопрос в другом, что это было сделано специально для того, чтобы показать. Вот, смотрите, усатый балабол, как Исафона. Да, да, Аканумаду Кангревичу, от мучений балабол. Они дали позицию адвоката. Для чего? Для того, чтобы журналисты, а самое главное, представители гражданского общества, не требовали вот этот самый запрос из МВД в Турцию. Для того, чтобы все не начали просить, чтобы Дадон вышел как президент страны, он нас точно убедил, что он дружит с Эрдоганом. Игорь Николаевич, мы не ставим это под сомнение. На прошлой неделе Игорь Дадон в Фейсбуке опубликовал, что сегодня там состоялся телефонный разговор между ним и президентом Турции. Значит, Игорь Николаевич, может быть, вы поподробнее расскажете про тот разговор? Ну, давайте вот тот, как будто вы не обсуждали. Мы об этом поговорим в другое, что вы обсуждали. Выйди сегодня, позвони Эрдогану. Человек, который угрожал моей семье, который поставил под угрозу национальную безопасность Республики Молдова, экономическую безопасность и так далее. Он находится у вас. Дай команду, Турция это страна одного руководителя, дай команду, пусть его упакуют и как бы передадут Молдавию. Поэтому не медиа, и там тролли Дадона пишут, да нет. Вот адвокат сказал, что его там нет, а вообще усатый поехал на море в Турцию и так далее. Просто сумасшедшие люди, понимаете? Поэтому еще раз говорю, две вещи. Запрос МВД, мы должны требовать это с вами от МВД, потому что сегодня оно живет за счет молдавских налогоплательщиков. И дальше МВД получает это письмо, уведомляет прокуратуру. Вот смотрите, турки нам ответили, что Плохотнюк у них. И тогда уже прокуратура напрямую, генерально через международный отдел по внешним связям, уже направляет запрос, где просят, со ссылкой на то, что было установлено, что там находится Плохотнюк, его прямую экстрадицию в Молдову Минуэнтерпол. Значит, вопрос в другом. Почему сегодня они этого не делают? Они делают они это, потому что сегодня Дадон очень боится, что выйдут кульки какие-то, какие-то там разговоры и так далее. Сегодня Дадон через посредников общается с Плохотнюком, потому что Плохотнюк для этого избежал, потому что находясь под боком у американцев, никто бы не дал ему сегодня начинать с Дадоном устраивать какие-то шуры-муры.